Здравствуйте, еще раз тема моего сегодняшнего семинара, это мое учение о Боге, управление управляющим импульсом. В данной теме я показываю каким образом первичный импульс, который сформирован, как управление какое-либо управление, как он доводится до реализации, и при этом мы делаем внешний контроль за импульсом и осуществляем доведение этого импульса до реализации. В связи с тем, что тема эта конкретно связана именно с любым уровнем управления, желательно сразу же поставить свои личные задачи и стараться сформировать первичный импульс управления, который доводится до реализации. Здесь возникает вопрос, где непосредственно уровень реализации, что мы видим на информации, как реализация. Логически это понятно, что нужно достичь каких-то целей, а вообще говоря, на информации это какая-то конкретная оптическая среда. И поэтому в данной теме желательно все время формировать, например, уровень задач и смотреть, каким образом задачи проецируются на конкретное какое-то оптическое звено в пространстве восприятия. То есть желательно конкретно вырисовывать задачу на каждом уровне управления. Поэтому сейчас нужно сформировать задачу управления, то есть ее построить. Каждый должен построить индивидуально. Это может быть одна задача основная, например, или та, которая желательно, чтобы реализовалась. Может быть, она не считается именно как таковой основной, но на, например, отдаленной перспективе эта задача весьма целесообразна. То есть может быть уровень, так скажем, такого спокойного стратического управления, может быть уровень динамичного, то есть сразу мгновенного управления. Или же, например, те задачи, которые наиболее близки и так далее. Поэтому здесь нужно обязательно все-таки выработать технологию построения вот этого импульса первичного. То есть если мы решаем текущие задачи, тогда как решаются все другие наши же задачи или задачи других людей, например. Поэтому вот здесь надо четко видеть, что в зависимости от того, как мы построим данный импульс, так и вот эта область, куда отражаются импульсы, эта область так и будет строиться. Потому что фактически нам нужно что сделать? Довести импульс задачи до уровня решения задачи. А чтобы довести до уровня решения, нам нужно вообще, говоря, знать, где этот уровень находится. То есть можно хотеть что-либо сделать, например, и, например, осуществлять какое-то управление, а при этом уровень решения в оптике находится, например, в каком-то конкретном месте. Например, в случае целительства задачи долгосрочные, то есть они идут на постоянное здоровье для конкретного человека, то есть это оптика идущая в бесконечность. А локализация, вот именно реализация, это, как правило, опорный уровень, ну как бы рычаговый принцип. То есть это уровень, который идет опять к человеку, потому что человек всегда сопоставляет свое тело, как бы, ну в канадическом виде и воспринимает в большей степени, особенно при первых параметрах лечения другого человека, именно структурами личными, там, клеточными и так далее, или личным опытом, да. Поэтому получается, что задачи, идеологические или, там, духовные задачи, это бесконечная структура, а решение задачи на оптике, это, может быть, отраженная или опорная структура. Поэтому вот в данной системе, чтобы управлять именно управляющим импульсом, вот как, например, делает Бог, он постоянно коррелирует и что-то, как бы, доводит до уровня следующего решения. В зависимости от того, как человек воспринимает следующий уровень задачи, так и реализовывается импульс. То есть, а учитывая, что Бог создал также и человека, и всю другую реальность, то вот разница, скажем, здесь состоит в том, что, значит, в случае действия человека, вот пространство управления более линейно. То есть для Бога координатная система многомерна в любом действии, а человек может себе выбрать одну какую-то систему и работать в ней. И, в принципе, подобно тому, как работает Бог, это будет тоже эффективным уровнем управления. Поэтому вот это вот многообразие, это область, которая контролирует управляющий импульс, это есть и плоскость, как бы, ну, некая такая структура, которая выражается как одна оптическая волна, да, как фронт света некий. А одновременно это многообразие, так же, как делает Бог, он к любому частному конечному значению придает именно многомерный смысл. Получается, если я, например, там, беру, ну, свечение какое-то от руки, да, вывожу в эту область, то это свечение, исходя в виде, ну, как бы, генекологической модели, да, некого света из руки, попадая в область опорную. Кстати, вот я все время показываю действительно область управления, куда большинство импульсов попадает в первичном уровне. Это, как бы, больше правая, там, часть тела. И когда мы говорим о контроле за управляющим импульсом, мы должны видеть вот этот опорный участок. То есть свет перемещается в данной модели как система, которая имеет ряд стержней, и мы, двигая вот этот опорный стержень, все время, как бы, этот свет проталкиваем в зону реализации. Именно духовно, то, что мы знаем, что есть наша цель. А работаем, получается, на внешнем уровне. Поэтому в данной системе управления мы говорим о контроле, фактически за управляющим импульсом и постоянной коррекцией этого импульса. То есть в пространстве информации мы же имеем достаточно много времени. Вот, например, мы нужно там кого-либо вылечить, мы формируем импульс и начинаем его ввести в структуру управления механически, да? В структуру бесконечного развития, то есть здоровья данного человека. Он практически здоров. Это линейная система. В коллективном сознании это достаточно простая область. Она одинакова, причем для всех. Понятие здоровья, например, да, нормальных счастливых событий, это всегда одна и та же система управления. То есть выражена, по крайней мере, там, какой-то группой слов. И получается, что мы, введя туда, мы постоянно меняем вот эти вот опорные системы, при этом точка, главное здесь найти опорную точку в светотехнике. И получается, что как бы светотехнология мышления, да, так скажем. Получается, что вот нахождение вот этой опорной точки, вот это вот основная задача в этой системе коррекции. Потому что на самом-то деле нам не нужно рассматривать там какие-то конкретные события, а нужно решать свои конкретные задачи. Вот здесь надо стараться вспоминать задачу, периодически ее заново как бы формировать. Развиваются задачи, вы ее берете и как бы подтягиваете, да, юстируете дальше на следующем уровне. В зависимости от этого опорная точка или поднимается, или варьируется, или амплитуда меняется. Постепенно вы находите опорную точку достаточно жестко. И здесь надо заметить, что опорная точка фактически это есть элемент будущего, где вот есть духовное управление, там, знания, задач, как бы придвинуты сюда, но исходящего уже от вас, вот именно от вашей личности, от вашего физического тела. Кстати, вот в большей степени. Почему контроль за импульсом управления, это нагрузка на физическое тело. И исходя из этого, можно использовать это для себя. То есть нагрузка, чтобы светооптическое, идет некое давление. Если мы в параметры управления вкладываем структуру, например, там, регенерации каких-то систем, если есть проблемы, да, у человека со здоровьем, если нет проблем со здоровьем, ну, управление событиями, то есть мы вкладываем в импульс, импульс нарастает, давление увеличивается, и от этого человек еще получает пользу в текущем времени. То есть фактически человек не тратит, ну, вот это здесь понятно, некой энергии, там, да, в данном случае никакой траты не происходит. Происходит формирование, ну, ближе, видимо, к работе, там, ну, скажем так, с автономным уровнем света, где свет просто навсего приобретает форму устойчивости. То есть нету никакого перетока, а за счет того, что давление, вот следующий уровень событий, давление, например, увеличивается, мы берем это давление, которое идет к нам, да, мы его таким образом располагаем, что от этого получаем пользу. Получается, на двух концах этого отрезка управления есть польза как в сторону управляющего, так и в сторону, как бы, объекта, да, управления. Когда мы начинаем доводить уровень до скоростных элементов, то есть сначала я говорю о том, что в статике можно все это спокойно смотреть. Если есть время, можно смотреть, где этот импульс висит, можно его, как бы, лоцировать пальцем, там, на тактильный уровень, можно, как бы, сканировать мыслью, смотреть, какая координатная система мысли попадает. Мысль можно разбить на координатную систему, то есть, ну, например, разбить, как, там, там, земной шар в координатной системе. Точно так же провести можно в плоскостном варианте и посмотреть, какой параметр мысли все время задевает этот уровень. И отсюда продиагностировать, можно, кстати, состояние управленца, то есть, одновременно, там, улучшить, да, параметры, и посмотреть, почему именно какая-то мысль, то есть здесь можно выявить такую систему диагностики, как диагностика через мышление человека. Это достаточно уникальная система диагностики, потому что она, фактически, мысль, это неприкосновенный уровень, значит, в которой, если нет, ну, там, необходимости, предположим, предотвратить какой-то теракт, или, предположим, если там реально нужна помощь человеку, то тогда мышление визуализируется для окружающих. То есть, вот, что есть такое понятие, как можно, там, какую-то мысль рассмотреть, ну, действительно, если нужна помощь, эту мысль можно рассмотреть. То есть, ни в какой другой параметр мышления, если он личный и созидательный никому не мешает, доступа, кроме Бога, никому нет. То есть, реально говоря, то, что кто-то, там, может этим воспользоваться, это, ну, в общем-то, практически нереально. Поэтому здесь получается, что, когда вы осуществляете диагностику через структуру мышления, вы работаете только на структуре, возможно, негативных, или тех событий, в которых нужно помочь. Они, может быть, не обязательно негативные, возможно, просто человеку нужно в чем-то помочь, это идет сканирование структуры мышления. И там дальше видно, как человек переводит бесконечное будущее в отраженную суть мышления. То есть, мысль — это один уровень за другим, мысль — это, естественно, не обязательно событие. Значит, и когда вы начинаете отделять мышление от событий, вот здесь происходит самый интересный, в общем-то, в этом управлении момент, что внешний уровень управления, да, этой задачи приводит к тому, что мышление, например, да, человека, физическое тело и отдаленная структура событий — это очень связанные структуры управления. То есть, здесь получается, что мы имеем, ну, как вот делает Бог для него, что текущее время, что отдаленно, в принципе, одинаково, один и тот же уровень управления. То есть, для Бога, что сделать локально управление, что там какое-то глобально, в принципе, это одно и то же действие. Главное здесь технологии, да, главное уметь, в принципе, технологически выделить управление и суметь, как бы, преобразовать события. Поэтому, по аналогии, если мы хотим контролировать импульс, мы должны очень четко разделить, во-первых, найти координатную систему, где вы находитесь сами в этом импульсе управления, то есть, где находится информация вашего физического тела, а это значит мгновенный контроль за телом, да, ну, в принципе, это фактически как самооздоровление, если у человека есть проблемы. Или же это стабилизация событий, если есть какие-то задачи, и получается, что дальше это контроль внешней системы вокруг вас. Когда вы начинаете видеть в оптике внешнюю систему, тогда получается, что понятие видеть не такое уж и оно сложное, это воспринимается часто очень быстро, то есть, один-два перехода в управление, сразу видно очень простая вот тренинговая ситуация, вы же работаете над какой-то задачей все время, и вот этот цвет данной задачи, он, в общем-то, такой, что вы очень четко видите, где работают там лично вас, да, вашего там физического тела, там, вашей личности, где внешняя система обстоятельств, и вот этот внешний параметр, так называемый, да, чем вообще вас занимаетесь, это как некая разделительная черта, которая определяет структуру задач, структуру, вообще говоря, связей. Ну, если вот задуматься о том, вообще, зачем Бог создал понятие там цели, потом реализация цели, вот здесь очень четко видно, что, значит, цель, на самом деле, она очень четко как бы разграничивает структуру позиционную, структуру управления, первичную структуру. Если нам нужно отслеживать управляющий импульс, мы должны на каждом уровне воспринимать, где находится сам управленец, при этом понятно, что управляющий там находится, в любом случае, да, элемент сознания управляющий находится, где находится физическое тело, то есть это априорно, значит, понятно, но здесь можно так сказать, что тело – это как абсолютная система координат, да, из тела исходит любое управление, например, значит, из личности любое управление, тогда получается, что тело – это безусловный уровень управления, и получается, что Бог создал физическое тело, физически именно правильным образом, чтобы показать, что управление уже осуществилось. Вот тогда возникает смысл, какой смысл заложил Бог в структуру физического тела, как осуществленный уровень, именно всегда причем осуществленный уровень управления. И здесь очень четко видно, что прослеживается вот эта идеология Бога, где Бог дает именно людям знания о бесконечном развитии в своем личном действии, то человек в любом личном действии может, ну, поразмышляв, где-то, сделав какие-то вот управленческие даже вещи, или там поразмышляв просто даже, увидеть структуру, некое зерно, которое, в принципе, характеризует уровень как бы его дальнейшего действия. То есть получается, что Бог практически показывает, каким образом управление, размышление, сделать макросозидательные задачи, то есть макросозидательные действиями. Получается, что здесь, ну, практически можно видеть, что Бог ставит задачи, да, Он сначала как бы решает задачи за человека, решая их реально, а потом показывает человеку, как их решать, да, фактически. Вот если мы, ну, как человек успевает, например, то есть мы можем посмотреть, как Он решает Бог, да, ваши же, собственно, задачи, то получается, дальнейшая технология только лишь привести к тому же. Потому что, в принципе, ну, Бог может решать задачи на своем уровне, и получается, что надо еще определенный аспект уровня увидеть, то есть освоить, да, технологию. В данном случае осваивание технологии – это контроль за внешним сигналом, который исходит от Бога. Как раз-таки, в общем-то, фактически то же самое. Это некое управление не самим даже импульсом, а управление по осваиванию этого импульса. Поэтому получается, что само управление, значит, по контролю за внешним импульсом – это есть, в общем-то, специальная задача, которая фактически сводится к тому, что мы можем вкладывать много смысла в это управление. Ведь понятие управления внешним импульсом – это, кроме всего прочего, еще и задача постижения управления, там, по сути, какое может быть управление. Ну, можно постоянно корректировать, давать одну задачу до уровня реализации. А можно ввести одно оптическое свечение, а управление провести через другой уровень вообще. То есть умение контролировать уровень – это больше выборов управления. И мы можем создать импульс, ну, например, чтобы не было там взрыва на АЭС, а при этом выйти, кроме прямого линейного импульса, выйти через структуру человеческих отношений, выявить какой-то конфликт производственный, пройти по-другому со всем уровнем. То есть решить конфликт, тогда не будет взрыва, да? А сам взрыв, он, ну, мы поставили цель, и этот вариант реализовался, потому что мы другим путем решили. Вот когда мы контролируем ситуацию, как бы изначально, все время причем, да, путем еще внешнего сканирования за состоянием импульса и за его реализацию, то есть держим управление, то мы можем добавлять достаточное количество других ходов. Ну, если так сравнить, например, это шахматная партия, которая всегда выигрывает, но при этом фигура двигается, вокруг нее происходит другая игра, а одна фигура, она никуда не девается, да? Некие такие необычные шахматы. И как бы при, значит, движении, ну, скажем так, вот этого управления, да, например, там, некой шахматной фигуры или шашки, значит, мы имеем изменение структуры статичных систем. То есть шахматы и шашки – это, ну, игра по определенным правилам, так скажем, а здесь, играя в этой форме, как бы, да, мы должны будем внести другой смысл в свои действия. Предположим, некая сторона, которая пытается реструктурировать, ну, предположим, это заболевание, да? Значит, у какого-то там даже другого человека его надо вылечить в любом случае. Особенно бывают ситуации, когда, например, это в случае тех же АЭС, там, пилотов, когда излечение необходимо в любом случае, знает он, не знает, согласен или, там, не согласен, там, с какими-то позициями, его надо вылечить, чтобы других людей спасти. И получается, что здесь вот довод управления такой, что вы обязательно доводите импульс до реализации, то есть у вас нет выбора, да, например. Так же, как в структуре спасения всех, вы должны обязательно спасти всех, у вас нет выбора, нет, там, выбора экспериментировать, там, надо обязательно спасти, да, да, реализация от уничтожения. То есть работа идет, как бы, в один прием, получается. Нет возможности повторяться, нет возможности набирать статистику, в принципе, такую, чтобы, а вот, а в этих условиях, что производители, там, других, у нас есть возможность только спасти. И поэтому получается, что здесь вот именно структура проходного, как бы, импульса, вот, обязательного для осуществления, это, в общем-то, достаточно полезная технология, которая реализовывается вне зависимости, там, каких-то обстоятельств, да, времени. Ну, существуют какие-то там, какие-то системы воздействия, да, на структуру управления. Но здесь так же, как, опять же, в этих шахматах, где работа идет только то фигуру, которая выигрывает, да, значит, мы строим другую форму заклада, то есть другой смысл управления. Думаем на несколько ходов вперед, например, и проводим через управление, ну, структурой, там, развитие, предположим, каких-то интеллектуальных свойств системы управления, то есть мы можем наращивать, как бы, интеллект управления, да, некую, там, значит, систему увеличения, там, просмотра каких-то событий и так далее. И когда вы начинаете работать в этом плане, то, ну, например, там, простой пример, да, вот если есть некая машина, которая играет в шахматы, там набор ходов, если сделать какой-то там оригинальный ход, считая, что задача просто поставить мат, то машина начинает ошибаться, да, значит, и пропускает ходы, она там, например, ловит где-то какие-то фигуры, а при этом пропускает мат. То есть получается, что если мы имеем задачу управления, связанную с достижением, ну, именно управляющим импульсом, наша задача только отслеживать реализацию импульса, при этом работая на всём матропространстве, как вот Бог, например, достигает частного управления, работая со всеми системами сразу. То есть для него любое понятное, то есть Бог даёт каждому практически прямое управление в себе, то есть личное, он видит каждого. А при этом для него и макро-работа в принципе так же гармонична. Вот макро-уровень и уровень частного, он на уровне восприятия вообще не делает как бы равным в личностном плане. Личность для него всегда личность, но при этом он действительно, каждая личность уделяет уникальное внимание только этой конкретной личности. Значит, получается, доводит управление в стопроцентном уровне, да? То есть он ничего не теряет в виде сигнала там такого. В противном случае, какая-то личность могла бы посчитать, что Бог не настолько там обратил внимание. На самом деле не так. Бог на каждого обращает одинаковое внимание. И получается, что вот этот уровень, если так вот рассмотреть именно управление, идущее от Бога, то духовный уровень Бога, это есть именно реализация бесконечного развития всех личностей сразу, и конкретной личности тоже. Если всех это понятно, один или там несколько человек научились жить бесконечно, и тогда для всех это, в общем-то, информация более реализована, да? Чем для того, кто вообще не знает об этом. То есть получается, что понятие именно для совокупного уровня, типового управления, да, более реализованная система в данном случае. Значит, одна из аксиом данного управления создавать как можно больше систем управления, параллельных, следующих, там, третьих, из будущего, из прошлого и так далее. И получается, когда мы имеем в совокупном уровне где-либо система управления осуществляется, предположим, быстрее, то мы реализовываем цель, как бы дотягиваем туда и быстрее. То есть перебор вариантов, да, фактически идет. Вот, но чтобы в вариантной среде не искать, там, не терять время, а сразу получить конкретное управление, здесь главное, вот есть такой очень простой механический, в общем-то, прием, поле реализации в какой-то момент можно придвинуть сюда, в систему задачи. Вот, обратите внимание, когда вы, это очень тонкая технология, когда вы работаете, практически в этой системе всегда можно научиться поле реализации вывести до уровня задачи, значит, все, задачи реализуемы. Как человек, вот, должен идти уверенно, зная, что он, там, достиг управления, да? Достаточно поле реализации, то есть вот это, куда вы ведете управление, оно ведь начинает приближаться, и в какой-то момент, вы берете его в поле задачи, перетаскиваете, и получается, что возникшая система, она фактически находится в реализованном действии. Так же действует и Бог, он создал пространство-время из одного же импульса, то есть, получается, любой элемент, который им прорастает, как импульс управления, всегда имеет реализацию. В принципе, он имеет ту или иную реализацию, но мы имеем задачу реализовать так, как нужно нам, то есть, мы должны менять форму. Вот эта форма, это и есть уровень решения. При первичной форме сразу видно, как решать. Форма импульса содержит в себе решение. И когда вы начинаете уже, как бы, воспринимать управление, ну, собственно говоря, структурой, так скажем, организма, или структурой каких-то специальных вопросов, то есть, например, вопросов вечного развития. Это вопрос часто на первичном уровне работы с такой областью информации является новым, да, и получается, что часто у технологов, кто занимается именно распространением моего учения и применением технологов моего учения возникает именно задача взаимодействия именно с бесконечной средой, причем в личностном понимании. Получается, что когда мы имеем вот эту задачу как систему обязательности доступа, то никакая другая система уже повлиять не может. То есть могут быть разные системы, как бы, деструкции, да, там, противодействия и так далее, но когда мы знаем вот, что импульс сам по себе – это все-таки элемент все равно вечного развития, управляющий импульс какого-либо, то понятно, что как бы там ни складывались ситуации в информации вообще, импульс всегда будет развиваться, значит, и именно реализовываться, потому что он работает именно в личностном плане, например, там, ваших задач, там, других людей, и получается, что чем шире мы можем сделать импульс в применении, да, именно в макроприменении этого импульса, тем, точнее, его достижение, как бы, результата. То есть часто, чтобы реализовать какой-то частный результат у кого-либо, нужно провести очень сильное управление по периферическим задачам. Почему? Все время я напоминаю часто, что желательно периодически хотя бы макроуправление делать на уровне цели, опять же, ну, именно, что вы должны вот эту вот макрообласть некую вывести как цель все-таки, по крайней мере, учитывать, как, значит, ваш импульс управления взаимодействует с этой целью. Когда вы это начинаете видеть, то понятно, что какие бы ни были условия распространения этого импульса, вы все время его доведете до реализации. И, например, есть задача спасти все человечество от макроуничтожения, даже от локального уничтожения. А вообще говоря, каждого человека спасти от уничтожения, то есть дать технологии вечной жизни и вечного развития, это задача, в принципе, одного толка, по сути. Потому что, если удается решить задачу, значит, ну, фундаментально, то получается, что, коли уж там нет макро проблем, почему тогда человек имеет какие-то ограничения? Естественно, такого тоже нет. Ведь структура вечного развития – это, в общем-то, цель управления. И если мы можем эту цель все время доводить до уровня реализации, то получается, человек живет вечно, а мы действительно можем. Технологии позволяют осматривать события, осматривать какие-то управляющие системы. Вот когда я сказал, что, например, нужно в данной технологии взять начальную цель, то есть вначале вы поставили какую-то цель, посмотрите, когда я говорю о стыковке цели именно с вечным развитием, цель начинает превращаться в очень маленькую локальную часть макро-системы. Получается, раз она не такая уж большая, то справиться с ней еще проще, да, получается. То есть на фоне того, что вы выходите на контроль макро-системы, контроль за целью, за импульсом управления – это, в общем-то, достаточно периферическая и простая задача. Остается только вопрос именно получения такого благоприятного обратного импульса, что вы эту цель реализовали. И вот когда вы уже получаете благоприятную информацию на уровне души или как бы воспринимаете духом, физическим телом определенную информацию, нормы, то получается, что когда ваша личность уже переходит на уровень уверенности, вот это и есть такой сканирующий боковой контроль со стороны вашей личности над тем, что цель осуществилась и вы реализовали управление. Тоже одна из аксиом контроля. Высокая скорость реализации за счет того, что вы как бы притрагиваетесь к импульсу управления, и этот импульс мгновенно превращается в реализацию. Есть главное, где вы должны своей личностью притронуться к этому вот этому как бы элементу управления, фактически, или там к области, которая называется целью управления. То есть найти момент, ну, здесь как вот в принципе там некая игра с любым мечом, найти точку, где надо приложить усилие. И вот здесь вот главное выявить координату решения опять же. То есть получается, что вот координата решения определяет светоимпульс взаимодействия с этой целью. И при этом это можно сделать на определенном как бы механистическом уровне и получить обязательное решение, причем можно получить ее в любой точке пространства времени. Ведь фундаментальное решение получается, когда в любой точке пространства времени мы получаем решение. Кстати, вот одно из слоев диагностики, насколько вы достигли управления, это вы должны по возможности взять какие-то отдельные блоки пространства информации и посмотреть, решение содержится ли в каждом сегменте данного пространства. Это выглядит как некая сеточная структура. Импульс одинаковой формы, одинаковой интенсивности находится внутри каждого, ну, подобие куба, скажем, да, в центре каждого объема. И видно, что решение — это есть гармоничный уровень. Ну, речь, конечно, идет о том, что созидательный уровень какой-то вы вложили в управление, получили, и отсюда идет свещение, именно как бы такой уровень даже, можно сказать, мигающего света, не просто как свечение обычное, да, вот именно то он более яркий, то он как бы в виде линий, но все-таки это конкретная точка, излучающая то, что вы имеете результат. И эта точка находится в любой точке пространства времени. Когда вы начинаете эти точки как бы стягивать, потому что она же должна находиться везде, то есть куда бы вы ни привели, да, управление, не только в уровне, может быть, там, каких-то геометрических центров управления, а вообще она должна находиться везде. И вот поиск этой системы, чтобы она находилась везде, да, вы можете стабилизировать управление, получив одну, две, три точки. Или заведомо зная за счет отдаленного прогноза, что и так все нормально. А тогда, получается, вы должны тактический уровень вывести в уровень реализации и постараться понять, вот зачем вам какие-то ситуации, которые происходят там вокруг вас или в системе там макро уровня. То есть если макро уровень понятно, что чем больше людей работает, тем более управляемый уровень становится, ну, как бы, вообще для людей, да, то есть эта ситуация, она как-то более, собственно говоря, понятна. То вот здесь вот с точки зрения вашей уже личной задачи, когда вы начинаете делать управление от вас, например, там, в бесконечное развитие, то здесь получается, что сам уровень управления, который, вот, например, вы реализовываете как систему, там, отдаленных связей, он есть, по сути, вот, чтобы восконцентрировать вот эти вот управляющие центры, где вы имеете центр, как, в общем-то, некая характеристика того, что вы сделали, да, как некая фиксация, что вы достигли управления. А дальше вы берете еще, стягиваете эти центры в одну какую-то управляющую область. Да, вам становится понятны механизмы распределения управления, что вам вообще делать в следующий момент. То есть я еще раз вот повторю специально эту технологию, что доведя импульс до пространства реализации, часто это мгновенное действие. Затем надо обратить внимание и увидеть, как внутри, как некого многообразия существует, центр, он светится отдельным цветом, синхронным с целью, что цель реализована. А потом вы берете эти центры еще и стягиваете, просто волевым усилием. Нашли несколько штук, там, взяли, стянули и придемли ближе к себе. И вот разница вот эта вот между отдельными центрами и их, как бы, стянутым образом, да, ну, как бы, созреточенный свет, мы сделали свет более, как бы, сконцентрированный. Ведь чем ближе мы к Богу, тем, получается, более концентрированный свет и более понятная система распределения информации. И вот в этом уровне между рассеянным, как бы, и концентрированным светом, рассеянным в виде конкретных точек, видна совершенно вся технология, что вообще делать. Можно определить день, там, дату, секунду, что в эту секунду надо делать. Если есть время, ну, как раз речь идет, конечно, о реализации первичной цели, то вы можете спокойно, сколько это необходимо, увеличивать управление. Если время, ну, скажем так, у вас не так много, или, там, считанные, там, секунды, минуты, тогда вы должны четко поставить параметр времени, как бы, взял такой некий выхлест, то есть планку времени, да, положить, что вот выглядит это как просто выброс света фиксированный. И, что у вас, например, там, столько-то секунд, да, или, там, микросекунд. И успеть за это время просчитать все параметры управления, ну, как просчитать, это значит, среагировать на них. А иногда даже в плане до счетных систем, если у вас есть время побольше, тогда получается, что выделили из управляющей области еще один более общий надуправляющий, и вы просто отпустили. Вот здесь вот элементом управления является выделение, приведение ближе к физическому телу, но не соприкасаясь с кожей, кстати, вот здесь надо отслеживать уровень некий, потому что чем ближе, нарастает давление, тело обладает способностью свечения определенного оптического, и поэтому, если вы будете вводить близко, то тратите время на противодействие вот этому импульсу. Поэтому это, конечно, не проблема, и, в принципе, часто это даже как метод может использоваться, например, там некое оздоровление, там, если есть какие-то проблемы у человека, но тогда надо это ставить как метод оздоровления, учитывать, что вы должны таким импульсом оздоровиться. А в целом, привели импульс, его просто надо, как бы, увидев, вот здесь что интересно, отпустив импульс, да, можно увидеть уже позже, как вообще он находился в системе связи вы и объект управления. Потому что пока вы импульс держите, ну, мощный свет, да, возле вас горит, так скажем, со стороны внешнего наблюдателя, и вот эту разницу, где сам импульс, а где, например, ваша управляющая система, разницу достаточно сложно в обычной фазе коллективного сознания проследить. Ну, там у человека, кто только начинает, я в большей степени говорю о том, чтобы человек точно диагностировал систему, то есть он должен работать в простой системе координат. Если технолог уже обладает способностью диагностировать систему, как бы, в духовном, в духовной, это фактически в духовной среде, внутридуховной среде, тогда нет проблем, он сразу видит, где происходит распределение информации. А вообще это такой достаточно однотипный свет, потому что идея управления, да, самоуправление часто не отличается от практически первичной управляющей среды. Вот, например, если задать такой несколько философский вопрос, предположим, вот и Бог создал много элементов реальности, да, такой вот вопрос сформулировать, как задачу познания, тогда получается, что как вообще отличить вот импульс Бога, да, и в чем вообще его разница, скажем, в определенном случае. Мы можем здесь точно сказать, что есть уровни, где совершенно все одинаково. Потому что Бог един, значит, у него инструмент, в принципе, универсальный, да, существует. Значит, он может универсальную систему сделать локально. Почему существует универсальная? Он же может управлять любой системой. Значит, чем больше уровень управления, тем более моно-уровень начальный, да, у Бога существует. И получается, что вот это нивелирование уровня управления, как бы, ближе уже к Богу, когда уже концентрация выше, это, собственно говоря, есть основной, в общем-то, в данной теме закон управления, где увеличение концентрации управления дает управлять все большим количеством систем. И таким образом вы наращиваете один уровень управления, да, следующий, так далее, увеличиваете контролируемость импульса уже, который, ну, как бы для вас вообще не представляет проблем, например, да, и выходите на параметр полной уверенности в управлении, где ясно, что тот уровень, который вы вообще вначале вывели, там уже проблем точно не будет, то есть он реализовался. И тогда вот у вас возникает время, когда вы можете там, ну, как бы отдохнуть, так скажем, посмотреть уже в устойчивую систему координат. Ибо устойчивость – это есть отдых фактически, то есть это, вот как определить понятие отдыха, да, в данной стиле? Это просто довести управление до исполнения. Если вы, например, управление не доводите, у вас система не стабилизирована, да, хотя может у вас и реализоваться событие, в общем-то, за счет того, что вы просто сделали правильно, да, но не отследили импульс, например, полностью, да, не отследили, куда каждый элемент света, в какой уровень попал. Значит, это может быть даже не обязательно, но лучше, лучше периодически доводить управление до полного контроля. Куда вообще конкретный луч света делся, который исходил от вас, где он, какой его источник, какие связи, какие контакты и так далее. Когда вы начинаете вот эту область контролировать на уровне действия, то, в принципе, вам всегда понятно, что происходит там с процессом, если вы кого-то лечите, да, например, там, в лечении. Если речь идет о воскрешении, тогда ясно, постоянно у вас существует непрерывная линия контроля за воскрешенным. Ну, как бы взаимодействие фактически, потому что контроль – это не то понятие, а именно помощи, в большей даже степени, там, в социальной адаптации воскрешенным и так далее. И когда вы начинаете видеть одоленную линию, что вот воскрешенный уже он так в социальной системе нормально себя, так скажем, чувствует, да, именно адаптирован полностью, у него исчезли все параметры его, как бы, прежнего состояния, то получается здесь вот реализация импульса – это уже всеобщее воскрешение. Вот здесь вот очень четко для именно технологии воскрешения видно вот эта вот система связи, что вот эти всеобщее воскрешение – это все-таки доведение первичного импульса до реализации в полной мере, получается. Значит, существует еще один уровень – уровень реализации в полной мере. То есть, если вам удалось вылечить, там, какое-то одно заболевание, то, по крайней мере, этот класс заболевания вы можете тогда вылечить, получается, у любого человека. Надо только время, да? А если вы смогли вылечить вообще одно заболевание, значит, получается тогда, какие вообще проблемы, значит, можно любое заболевание, любое другое тоже по принципу, как бы, универсального действия. Задача только довести импульс до реализации и все. И получается, что одного опыта часто достаточно, чтобы создать, как бы, всю такую, ну, прогрессивную реальность развития, вот именно информации в будущем. То есть, Богу достаточно было первичного импульса, и мир возник. И возникла тогда вот задача понимания формирования этого первичного импульса. То есть, какие его внутренние свойства, что вся реальность стабилизировалась, да, от его начального уровня. То есть, какой там свет, то есть, насколько прозрачен уровень действия. Действия, вот здесь видно, что ваше действие в первичном импульсе, это прозрачная величина. То есть, когда вы лично делаете действия, вы работаете в прозрачности в экране. Если действие внешнее, это как внешний формат, который на внешний контур, как бы, попадает, и вы выбираете, пропускаете линию. И вот уровень прозрачности, уровень действия от вас, то, что делаете вы и нужно вам, да, значит, ну, имеется в виду, естественно, в созидательном исключенном аспекте всегда, это уровень прозрачной величины некой такой, где ваше первичное действие и конечное действие – это такая прямая, как бы, бесконечная величина, которая не воспринимается, как некая, там, проблема для осваивания, там, этой системы, что ли, путем познания. Потому что бесконечность – это привычное состояние для человека, он все время взаимодействует информация с бесконечной величиной. Если вот вдуматься в то, как вообще в своей, как бы, массе, что ли, информации человек распределяет управление, где-то, ну, 99% как минимум видницу времени, там, с самой, там, может быть, высокой скоростью, иногда, может быть, там, с самой медленной взаимодействием информации, он почти на одном уровне взаимодействует с бесконечной величиной. То есть бесконечный космос, там, бесконечный какой-то внутренний мир, микромир, макромир и так далее. И отсюда вот его личные цели – это как ряд конкретных, очень сильно светящихся задач в этом, в общем-то, большом объеме информации. Ну, как некая сота, да, вот как много пчел работают над одной какой-то, например, сотовой конструкцией, там, и при этом результат выше, чем если там работала одна пчела, да, например. И получается, что вы можете осмотреть эту конструкцию по выявлению в макроуровне, увидеть этот цвет и увидеть самоорганизацию. Вот чем больше задач ставит, получается, решает человек одновременно, тем более устойчив он в управлении. То есть Бог решает все задачи одновременно, у него, ему, получается, совершенно понятно, что вечное развитие – это и есть его там, да, единственная печь. Все задачи одновременно решены. То есть контроль над импульсами управления бесконечный. Каждая следующая тема, еще более, как бы, бесконечна, значит, она чем дальше выдвигается, тем ближе она приходит к физическому телу Бога. То же самое у человека, чем он больше делает задач, тем больше он имеет именно, ну, в реализации собственной системы управления. Ну, логически понятно, он накапливает опыт, значит, а с другой стороны, он решает, там, какие-то социальные задачи, задачи здоровья. И при этом это делает, как бы, для уровня, все-таки, может быть, даже, так сказать, макро-всеобщего. То есть получил результат сразу, если его быстрее выдавать на уровень макроуправления, то мы получаем тогда, что быстрее идет, ну, своеобразная отдача, что ли, уровня том, что делать дальше и сколько. То есть цели начинают увеличиваться, и управлять со временем, кстати, сталкивается всегда с одной и той же задачей, что его собственная задача становится быстро-мало, там, например, да, и он начинает решать задачи людей. Причем часто, там, большого количества, или там, всех людей вместе, по каким-то принципиальным вопросам, именно макро-спасения. Поэтому, по большому счету, так, в общем-то, думает от уровня Бога любой человек, он всегда содействует именно в сознательном аспекте всем другим людям. Поэтому получается, что, если мы вот эту конструкцию рассмотрим, то видно, что корень, например, да, самоорганизации Бога, именно в структуре первичного импульса, а также все общество построено конкретно по одним и тем же законам. То есть, если мы посмотрим, как самоорганизовался Бог в начальном импульсе, да, начального действия, то ведь мир-то построен так же, любой импульс построен так же, но Бог же смог преодолеть, там, без конфликтов, да, без каких-либо проблем для себя и для окружающих свой путь и сделал его вечным. Получается, что любая система способна на такой уровень развития. Достаточно только, значит, просмотреть внутреннее содержимое импульса и отдаленную цель. То есть, здесь нужно отдаленной цели, как бы, механически, получается, так, приблизить внутрь первичного импульса и сжать до уровня контроля. То есть, как, например, сделать управление оптимальным, скажем так, да, тогда нужна цель внести, как бы, внутрь некой сферы, да, управления, да, и эту сферу держать, то есть, чтобы она имела желательно первичное очертание до того, как вы уже исполнение внесли внутрь желания, так скажем, да. То есть, реализация желания в данном случае при макроспасении, это есть сначала сфера макроспасения, внутри которой происходят все действия, значит, уже есть уровень контроля. А дальше уже идет сфера ваших задач. И вот, когда вы видите, вот, переток, как бы, информации, да, некого света, вот уровня реализации внутрь вашей сферы, первичный уровень управления, это очень мощный целистический, на самом деле, уровень. Например, если человек хочет просто исцелять людей, должен, и при этом, ну, путем, там, духовной практики, практики управления, по-моему, учению, достигать того уровня, что его метод, там, системно работал, да, например, фундаментально действовал на, там, именно людей в плане их, там, например, вечного развития, он должен, получается, что практически, ну, как бы не влияет на внешнюю систему, то человек должен другой осваивать сам, да, то есть передача знаний. Может быть, передача, там, словесная, какая-то, там, книгами, а может быть и так, что достаточно личной практики, да, и тогда, получается, другой человек, там, оздоравливается. Вот, значит, необходимость организовать систему, где отсутствует переход, переток, как бы, некой информации, некой энергии, это вот еще одна, в общем-то, стезя такая управления в данной системе, управления за счет контроля импульсового управления. Мы, значит, организовываем здесь практически, ну, как бы, ряд событий, которые, в общем-то, позволяют на отдаленном уровне, на отдаленном уровне сознания, позволяют сформировать тот свет, который в любом случае просачивается как в первичном область, так и в область будущего, да, в область практически, ну, следственную. Вот этот свет пространства, да, например, там, или времени, если посмотреть, как, с точки зрения света, да, устроено пространство, то пространство именно светит. То есть пространство — это как некий фонарь, который все время светит в конкретные события человек. И когда человек даже проходит мимо, ну, каких-то домов там, можно увидеть вот эти элементы свечения. То они сильнее там, то они медленнее. И вот если вы задумаетесь, почему какой-то элемент пространства светит быстрее или мощнее, да, в какой-то интервал времени. Чем мощнее встречный уровень света, тем, значит, больше наработки вашей собственной души в этом месте. И тогда надо понять, почему. То есть здесь надо понять, что душа работает на бесконечное время всегда. И, значит, наработка шла от того, что душа знала определенные будущие события, и это признаки данных событий. Или же это способность влиять на события. То есть душа всезнающая, как бы всеопределяющая в вашем личном уровне. И вот когда вы начинаете это видеть, вот тогда целительская практика, ну, уже может выходить на уровень там совершенно, как бы абсолютных действий, всегда можно достичь оздоровления. Или если управление событиями, то всегда в интервале, как бы, в общем-то, доступного времени можно достичь управления. И виден управляющий пласт как обязательно достижимый. За счет того, что вы просто навсего работаете фактически со структурой собственной души. То есть вы идете как будто бы вперед, да, там, ну, в физическом пространстве действительно так делаете. А получается все время работать со своей душой, проявленной в этой конкретной ситуации в виде этого света. Именно вы за счет более раннего состояния души, получается, обращая на это внимание, контролируете то, что перед вами возникает. Но ведь душа так устроена, что с точки зрения души у нее проблем нет. То есть душа не приносит от Бога, значит, именно изначально осознанно, она не может приносить проблем там физическому телу, например. Она не может, например, ну, каких-то там неприятностей, да, создавать для уровня там развития человека. Получается, что когда вы замыкаете уровень в структуру своей души, ведь душа производит, да, изначально управление, а это есть информация, где Бог взаимодействует именно с душой, да, взор Бога, глаз Бога, так скажем, глаза Бога. И тогда получается, что отсюда, когда вы импульс управления доводите до того, что следующий управляющий уровень, это опять же есть действие вашей души, а этот уровень надо распознать. Он, кстати, самый гармоничный, самый легкий, самый правильный, он самый естественный. Что такое вообще естественное состояние человека? Это когда он в мире, да, со своей душой. То есть первичный уровень, уровень следующий, это и есть действие души. То есть уровни начальные и уровни реализации совпадают. Душа имеет как вопрос, так и ответ. То есть душа находится в состоянии фактически вечного развития, а это значит и вечное физическое тело, да, человека. Когда вы на такой уровень за счёт именно системы внешнего контроля выводите, свое управление значит, что гармонично, совершенно естественно, но как будто даже вы никакого управления там не предпринимали особо там такого активного, вы совершаете управление и доводите его до совершенно чёткого логического уровня, а также до всеобщего. То есть душа все как бы проникает, да, и вот это вот все проникновение, оно выражено в том, что вы достигаете на уровне души уже управления. А вот это самое точное управление, где контроль любого импульса осуществляет сама душа. На этом я заканчиваю сегодня с темнор. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...